Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Букова Левея. Я менеджер в направлении агро-технической лекции и судостроения. У меня в бинаре функциональная функция. Давайте доверим, есть ли картинка и звучит. Напишите, пожалуйста, в чате. Вижу подтверждение. Значит, все в порядке со звездной картинкой. Представлю вам нашего спикера Арсентьевна Наталья Владимировна. Наталья Владимировна является агромным технологом, полагаю, всем известной селекционной семеновой часовой компании ГАДУШ. Прежде чем мы начнем вебинар, хотелось бы в небольшой организационный момент рассказать. Давайте мы поговоримся, что если по ходу вебинара будут возникать какие-либо вопросы к спикеру, то вы будете сдавать их в чате. В конце вебинара Наталья Владимировна обязательно на эти вопросы ответит. Передаю слово Наталье Владимировне. Добрый день, уважаемые коллеги. Как меня видно, слышно? Оставьте плюсики в чат. И сегодня мы поговорим об использовании субстрата спилант в ССЦ ГАВРИШ. Немножко кратенько расскажу о семенауческих компаниях ГАВРИШ. Наши компании ГАВРИШ находятся на рынке уже более 30 лет. За это время компанией создана огромная селекционная база, аналогов, которых в России нет. Производственная площадка включает три селекционных центра, которые находятся в разных регионах России. Одна из них это Павловская Слобода в Московской области, Олексинский в Тульской области и селекционный семеноводческий центр в городе Крымск Краснодарского края. А также есть опытные станции, которые находятся в Иордании, Турции и Узбекистане. Селекционная работа ведется по 89 видам культур. Результатом работы является внесение в госреестр 1480 сортов и гибридов овощных культур. Из них 503 томата и 278 огурца. Основной площадкой, на которой ведется селекция и семеноводство, является селекционно-семеноводческий центр в городе Крымск Краснодарского края. Ежегодно специалисты из разных регионов нашей страны имеют возможность ознакомиться с материально-технической базой и узнать все тонкости работы лаборатории молекулярных маркеров и с производством семян. Ежегодно в теплицах селекционного центра находится тестирование более 5000 селекционных образцов. Представители комбинатов могут также выбрать новые гибриды, отвечающие их требованиям. Также хочу сказать, что 21 ноября 2024 года проводим День открытых дверей в селекционном центре города Крымск. На этом слайде мы видим, что теплицы пятого поколения по цвету культуру занимают 1 гектар, а аграрные помещения 2600 квадратных метров, новый семеноводческий комплекс это зимние пленочные аграрные теплицы для производства гибридов семян, огурца и томата, под ними занято 1 гектар, весенние аграрные теплицы для оценки устойчивости гибридов к заболеваниям на естественном инфекционном фоне, это 2000 квадратных метров, обогреваемые пленочные теплицы, блочные и аграрные, включая в себя для производства гибридных семян конкурсного сорта испытания, занимают они 1,8 гектар. Также зимние остекленные теплицы занимают 2 гектара, рассадный комплекс обогреваемых теплиц 1,8 гектар, и в этом году вошел уже в работу это православный комплекс, это храм в честь преподобная Сергия Радожнишского и буквально неделю назад открыли памятник, который находится рядом с храмом. При выращивании наших гибридов в селекционном центре на протяжении длительного периода времени используют субстрат из минеральной ваты фирмы «Спилл», который обладает всеми необходимыми качествами для выращивания овощей по малообъемной технологии. Это такие, как воздухоемкость, влагоемкость, стабильность, управляемость. Он легок в использовании и сохраняет структуру мата до конца периода выращивания. Универсальность минеральной ваты «Спилл» позволила нам использовать ее для выращивания всех основных культур, традиционных культур и оборотов, приведения и селекции и на семеноводстве. Как мы сказали ранее, что наряду с этими требованиями это влагоемкость, стабильность, также важны характеристики поставляемой партии и соответствия и технологическое сопровождение со стороны производителя субстрата. Данный субстрат обеспечивает легкое укоренение растений и формирование здоровой, хорошо развитой корневой системы на протяжении всего периода выращивания, который является основой высокого урожая. Для корневой системы очень важно, чтобы она всегда получала достаточно воды, а вместе с ней элементов питания и кислорода. Эти требования часто не выполняются по причине специфических свойств субстратов. Они с химической точки зрения не должны оказывать никакого влияния на корневую систему, то есть обладать инертностью. Химические свойства данного субстрата это низкая ЕСИ, инертность и управляемый ПАЖ. Однако причиной плохого развития корней могут стать и другие факторы. Подготовка кубиков к посеву, влажность и температура субстрата, условия микроклимата, освещение, болезни, а также период посадки. Самое главное – это подготовка кубиков к посеву. Ну вот подготовка занимает несколько дней. Кубик должен быть равномерно и полностью напитан питательным раствором. Например, для напитки одного кубика размером 10 на 10 и на 6,5 сантиметров необходимо как минимум 3 литра питательного раствора. Экономия раствора может привести к неравномерным сходам. В начале выращивания идет интенсивное формирование корневой системы. И в этот период необходимо создать все условия для ее правильного развития. То есть учесть все вышесказанные факторы это влажность, температура, условия микроклимата, а также обеспечить корневую систему достаточным количеством кислорода, воды и питательных элементов. А в период завязывания плодов корневая система является последней в ряду распределения ассимилиантов. Плоды и листья притягивают ассимилианты гораздо легче. И поэтому большие различия могут получиться в развитии корневой системы, что зависит от нагрузки плодами. Чем больше развивается плодок, тем меньше ассимилиантов приходит к корням. Поэтому важно поддерживать баланс между нагрузкой плодами и развитием растения. Так, ну теперь рассмотрим по факторам, влияющим на развитие корневой системы. Ну, как мы сказали, что это один из важных факторов – это освещение. Ну, при низкой освещенности, это где-то менее 2000 люксов, рассада развивается очень плохо и медленно, а ее корневая система остается очень слабой. Только при 6000 люкс возможен нормальный рост, это как минимум. Интенсивность досветки обязательно должна согласовываться с температурой. При увеличении освещенности температуру воздуха также следует увеличить. Иначе корневая система будет поглощать воду и питательные вещества медленнее, чем того требуют растения. Недостаток фосфора и магния это появление и появление сморщенных молодых листьев. Это может проявиться при недостаточной температуре. Если же рассаду поливать холодной водой при включенной досветке, есть риск получить хлороз. А если температура воздуха будет слишком высока, освещенность недостаточно, рассада может вытянуться. Нередкость в таких условиях также формирование непропорционально большой вегетативной массы по отношению к корневой системе. При высадке растений такой рассады с ее укоренением возникнут трудности. Ну вот посмотрим на слайде я вам показала минимальное количество фар необходимое для роста и развития растений, огурца и томатов. Мы видим, что сумма фар для рассады выращиваем с досветкой для огурца 1420, для томата 3325. А сумма фар для рассады выращиваем без досветки для огурца 1209, для томата 2267. Ну и видим, по росту рассады огурца и томата с разным возрастом интенсивность фотосинтетической активной радиации. Здесь тоже указаны показатели. Ну и внизу как рассчитать интенсивность фар. Ну и поговорим теперь о режимах влажности воздуха и субстрата. на малообъемном субстрате должны быть постоянно оптимальные условия для роста корней для доступности воздуха и воды. Так вот, обдевальная влажность воздуха появления всходов это 90-95%. Влажность в этот период должна быть вот в этих пределах. Добиться ее можно с помощью покрытия пленки, если это небольшие, конечно, помещения. Вот, влажность в период вегетации для огурца 70-75%, для томата 60-70%. Ну и критической влажности для рассады является 50%. После этого рассада естественно будет гибнуть. Чем меньше отрицательное влияние низкой влажности воздуха и ближе температура воздуха к оптимальным значениям, тем лучше развита корневая система растений. Поэтому молодых проростков продолжительное нахождение в сухом микроклимате губительно. И чем моложе растения, тем больше они могут пострадать. Дело в том, что под действием низкой влажности воздуха на первых этапах усиливается транспирация дыхания. Далее эти процессы замедляются, повышается концентрация абсцезовой кислоты и устица закрывает, что увеличивает температуру листьев, снижается поступление углекислого газа и падает интенсивность фотосинтема, замедляется отток ассимилантов. Вода не может поступить к краю листьев и образуется краевой ожог. который впоследствии может привести к полному засыханию листьев. Если меры по повышению влажности воздуха так и не будут приняты. Ну, конечно, все эти моменты сдерживают рост сначала надземных органов, происходит в этот момент торможение, увеличение листовой поверхности для снижения потерь воды, а затем и корней. Корневые волоски отмирают ситуацию могут усугубить сквозняки. Новые листья становятся светлыми из-за непоступления к ним кальция. Растения, которые растут в условиях высокой температуры, нуждаются в более высокой влажности. температуры, и вот увеличить влажность можно снижением температуры воздуха на 1 градус, это увеличит относительную влажность на 2-4%, также использовать систему тумана, полив бетонных дорожек в первой половине дня желательно, использование затеняющих экранов, при этом надо убедиться, что уровень освещенности соответствует уровню влажности. Ну, вот здесь мы видим стандартную таблицу, видим, что нормальная транспирация это зеленый свет, и видим, что при увеличении влажности температура также должна в помещении увеличиваться, чтобы транспирация проходила нормально. Ну, и видим, что критическая влажность и температура, в которой растения вообще не будут работать, это 40% и от 27 до 30 процентов градусов температура в помещении. Так, ну, вот температура воздуха и субстрата в период выращивания томата, ну, мы видим, вот какая она должна соответствовать. В кубиках во время выращивания рассады температура не должна опускаться ниже 16 и подниматься выше 26 градусов по целистю. В противном случае корни начнут отмирать и появится высокий риск заражения патогенной инфекцией. В корневой зоне оптимальной считается температура 24-25 градусов по цельсию. Если температура субстрата отклонится от диапазона 16-26, то рост растений корневой системы ослаблен, равновесие между развитием подземной и надземной частей нарушит. Например, при излишне высокой температуре рост растений будет преобладать над развитием и в субстрате снизится содержание кислорода, поскольку при возрастании температуры дыхание корней усиливается, а содержание растворенного кислорода снижается. Это может создать его недостаток в субстрате. Также при высокой температуре субстрата и слабой освещенности синтезируется недостаточное количество ассимилиантов, что сдерживает поглощение воды и элементов питания. Повышенная температура матов в условиях достаточной освещенности усиливает поступление ассимилиантов корням. Растения начинают жировать, их развитие задерживает. Сочетание теплых корней и относительно холодных макушек вызывает высокое корневое давление. это ведет к растрескиванию стеблей плодов и появлению мутации. В свою очередь низкая температура субстрата сдерживает рост корневой системы и затрудняет усвоение магния и фосфора. При высокой температуре воздуха и низкой в субстрате растения вытягиваются. Стебель становится дряблым, формируются удлиненные междоузлия. Высокая температура поливного раствора и слабое дренирование субстрата создают идеальные условия для поражения растений корневыми гнилями. Ну вот это график температуры на этом слайде видим, что при выращивании это, к примеру, огурца на светокультуре и направленности развития растений. Мы видим, что оптимальные растения в балансе это температуры 24 градуса. Если будет температура 22 и ниже при досветке и солнечной радиации растение будет слабое. Ну и соответственно, если температура будет повышаться 26 и выше также при включенной досветке растение будет сильное, вегетативное и естественно ничего хорошего от этого ждать не придется. Ну это вот на этом слайде мы видим зависимость фотосинтеза от температуры воздуха так же, что на определенных этапах повышение температуры фотосинтез усиливается, но достигая своих пиковых значений, естественно, когда температура дальше продолжает повышаться, фотосинтез снижается. Так, ну поговорим о уровнях питания, да, сбалансированных растворах. Часто проблемы с питанием у растения возникают не в связи с недостатком того или иного элемента, а из-за невозможности их поглощения. Когда, например, PH питательной среды выходит за пределы оптимального диапазона, это менее 5,5 и более 6,5. При вегетативном росте и в рассадный период растения потребляют много нитратного азота, из-за чего PH сдвигается в щелочную сторону. Поэтому при выращивании рассады трудно регулировать PH в кубиках. Если поддерживать уровень PH поливного раствора около 5,2-5,5 единиц, то увеличение PH при выращивании рассады не окажет негативного влияния на рост растений. В начальной стадии развития лучше использовать хелаты высокого качества, которые действуют в более широком диапазоне PH и доступны растениям. Чтобы получить сбалансированный питательный раствор, нужно поддерживать определенное соотношение основных элементов питания, таких как азот, фосфор, калий, магний и кальций. Кальций поглощается кончиками корней. Если они гибнут, становятся желтыми, это говорит о трудностях в его поглощении. Причины могут быть следующими. Это высокая ЕСИ в субстрате, низкая влажность в мате, высокая концентрация аммонийного азота, калия или магния. Высокий показатель PH в щелочной серии если высокий показатель PH, то в щелочной среде образуются нерастворимые формы кальция. Также могут влиять неактивный микроклимат, условия, ограничивающие транспирацию растений, которые препятствуют поступлению кальция в растущие клетки. Например, это холодные макушки по утрам. Также может влиять накопление натрия в субстрате, что препятствует поглощению кальция. В этом случае необходимо повысить содержание кальция, выдерживая соотношение с калием. Недостаток магния или невозможность его поглощения может сдерживать рост корневой системы. Из-за этого продукты фотосинтеза накапливаются в листьях и слабо транспортируются в растениях. Среди причин этой проблемы это недостаточная освещенность, низкая температура субстрата или его сухость и повышенная электропроводность. Высокие уровни азота, низкий pH, оптимальными pH для поглощения магния это 6 единиц. Высокие ночные температуры, дисбаланс, элемент питания. Аммонийный азот добавляют в питательный раствор обычно в количестве не более полтора миллимоля. А если его доля от общего содержания азота должна быть около 10%. Для регуляции pH можно кратковременно повысить содержание аммония с осторожностью до 25 миллиграмм на литр. Переработка аммония происходит в корнях, для чего требуется достаточное количество кислорода в корневой системе и свободный доступ к углеводам. Вот почему применение повышенных количеств аммонийного азота опасно при недостатке света. Синтез углеводов в это время замедлен и их не хватает для переработки аммонийных соединений. Опасно это делать и в жарких условиях, так как усиливается дыхание и распад углеводов, а содержание кислорода в корневой зоне снижается. При недостатке кислорода процесс преобразования аммония в нитраты замедляется, в результате чего азот накапливается в промежуточной форме нитритионов, которые оказывают токсичное действие на корневую систему. Нитритионы могут образовываться и в системах полива, когда питательный раствор долго находится в трубах без движения. Дальше при повышенном количестве аммония могут аммония вокруг зоны корневых полосков по аж слишком снижен. Это травмирует корни и снижает их поглотительную способность. они становятся грубыми, приобретают тонкую структуру и слабое вербление. На листьях появляются некротические ожоговые пятна из-за слабой транспирации и перегрева листьев. Избыточное количество аммонийного азота сдерживает поступление кальция и магния. Оптимальные условия для питания аммонием складываются при более низких температурах. Большое влияние имеют балластные элементы такие как хлор и натрий. Обычно они присутствуют вместе и являются балластными так как способны накапливаться в субстрате повышая есимата. Они также препятствуют поглощению других элементов. Например, хлор снижает поглощение серы, азота и фосфора, а натрий, калия, кальция и магния. Особенно опасно высокое содержание хлора при выращивании хлорофобных культур, к которым относятся огурец и салат. Концентрация хлора в питательном растворе более полутора миллимоля на литр вызывает повреждения корневой системы и снижает продуктивность данных растений. Хлор конкурирует с нитрата ионом и препятствует накоплению нитратов продукции. При избытке хлора в субстрате наблюдаются все признаки дефицита азота от хлороза до некротических пятен на листьях. Происходит сильное сокращение листовой поверхности из-за ограничения транспирации. Если раствор содержит много хлоридов, то увеличение количества азота снизит поступление хлора в листьях. Томаты очень хорошо отзываются на внесение хлора в период массового плодоношения, поскольку он участвует в азотном обмене, способствует восстановлению нитратов и снижает их избыток, улучшая качество и вкус плодов. Для противодействия негативному действию натрия следует увеличивать концентрацию калия, кальция и магния в питательном растворе, выдерживая их соотношение. В поливной воде содержание натрия не должно превышать суммы кальция и калия и магния. Вытяжки из мата при выращивании огурца максимальный уровень натрия составляет 6 ммол на литр. На томате 8 ммол на литр. Допустимое содержание хлора при выращивании огурца это 0,2-0,5 ммол на литр. А при выращивании томата до 8 ммол на литр. Но оптимальнее лучше удерживать это 1,5 ммол на литр. Если поливная вода содержит много балластных элементов, то лучше использовать каменную вату, так как она не обладает емкостью кутионного обмена и не способна задерживать данные ионы в своей структуре. Субстраты спил обладают хорошими дренажными свойствами. С их помощью можно легко заменить при необходимости питательный раствор мати на новый. На слайде видим стандартные уровни питания по фазам развития для томатов на этом слайде. А на следующем это уровни для огурца тоже по фазам развития. Дальше у нас идет период посадки растений. Когда мы уже в рассадном периоде хорошо нарастили корневую систему, это у нас следующий этап это период усушки. Это важный этап для формирования корневой системы в матах. В это время при постепенном подсыхании субстрата корни распределяются по всему его объему в поисках влаги. Усушка матов должна проходить постепенно путем естественного сокращения влажности, но не более 1-2% в день. Поэтому поливы в этот период не проводят, только кубик увлажняет при необходимости. Слишком сухой кубик с влажностью менее 40% тормозит развитие новых корней. Из него в мат прорастает лишь ограниченное число толстых корней. Чтобы не допустить этого, можно проводить поливы маленькими дозами по 60-80 миллилитров на растение. За 10-14 дней влажность матов должна уменьшиться с 80-ти до 50-ти 50-60%. Высокая капиллярность и водоподъемная способность субстратов спиланта обеспечивает равномерный градиент влажности, в результате чего корни растения быстро заполняют весь объем мата. В период укоренения нужно сохранять более сближенные дневные и ночные температуры воздуха, чтобы стимулировать рост корней. Здесь будет важно насколько правильно сформировалась корневая система в рассадном периоде. Обычно корень из кубика прорастает в мат за 2-3 дня, но если этот срок затянулся или корень не пошел в мат, причины могут быть следующие. Верхняя часть мата недостаточно увлажнена или имеет сухие участки. Следует, чтобы исключить это равномерно и заблаговременно насыщать мат питательным раствором. Также не должна быть посажена переросшая рассада или с поврежденными корнями. Это также будет причиной плохого ухоинения. Слишком холодный мат или большая разница температур между кубиком и матом. При посадке она не должна превышать 3 градуса. Температура мата должна сохраняться на уровне 18-20 градусов и не сильно отличаться от температуры кубиков с рассадой. Опоздание с прорезыванием дренажных отверстий корням также будет не хватать кислорода и они не будут прорастать в мат. ЕСи в мате и ЕСи вытяжки из кубика должна быть разной. Концентрация солей в мате в период посадки должна быть минимум на 0,5 1 миллисименс меньше чем в кубиках поскольку корни растут в сторону более низкой концентрации. В условиях слабой освещенности формирование корневой системы проходит медленно из-за недостатка доступных углеводов. Для легкого прорастания корней большое значение иметь плотность субстрата. Эластичность волокон спилом его оптимальная структура и плотность помогут корням распространиться по субстрату с наименьшими затратами энергии. Далее поговорим о наращивании корневой системы. Основное поглощение воды и минеральных солей происходит в зоне растяжения корней корневых волосков. При формировании завязей поток ассимулянтов корням снижается и направляется к растущим плодам. Если на растении развивается слишком много плодов, корни не получают необходимый строительный материал и их рост замедляется. Старые корневые волоски отмирают, а новые не образуются. Поэтому на протяжении вегетации растений важно соблюдать баланс между развитием плодов и корневой системой. Правильная нормировка растений, регулярный сбор плодов это залог здоровой и активной функционирующей корневой системы на протяжении всего периода вегетации. Ну и так, чтобы получить и сформировать мощную и хорошо работающую корневую систему, мы должны проследить за многими факторами. Правильно подобрать субстраты, в том числе субстраты спилан, которые облегчают создание оптимальных условий для роста корней. В них легко поддерживать благоприятный водно-воздушный баланс и обеспечивать растениям беспрепятственный доступ к воде и питательным элементам. Все это позволит продлить период активной вегетации, получить высокий урожай овощной продукции отличного качества. Ну и вот компания Технониколь производит субстраты из каменной ваты торговых марок спилан и спилан эко, которые обладают следующими характеристиками. Это однородная упругая эластичная структура, стабильные химические и водно-физические свойства, соответствие всем санитарно-гигиеническим нормам, устойчивость к воздействию микроорганизмов и химической активной среде питательного раствора, стабильность заданных параметров на протяжении всего цикла выращивания растений, также равномерная гидрофильность, моментальное насыщение субстрата питательным раствором и быстрое выравнивание ЕСИ и ПАЖ, что сокращает время на подготовку кубиков к посеву, экономит воду и удобрение, легкость поддержания ПАЖ в оптимальном диапазоне, формирование, ну и как следствие, формирование здоровой и мощной корневой системы. Ну и компания Технониколь производит на выбор разные по своим величине и размерам субстраты, кубики. Выбор мата зависит от целей, конечно, агронома. Одни хотят иметь надежный водный буфер, другие считают необходимым чаще снабжать растения водой, третьи хотят с помощью полива управлять ростом растений. Лучшая управляемость растений позволяет использовать рекомендации по фазам выращивания. Каждый имеет свою стратегию полива. Ну и первая фаза включает укоренение на мате кубика с растением, вторая прорастание корней в объем субстрата, ну и далее уже распространение по объему субстрата. Ну и четвертая стадия это конечно для всех желательно продолжение роста, для этого содержание воды в мате должно увеличиваться, максимально увлажнен. Конечный период характерен большими различиями между растениями. Здесь важно сохранение энергии роста, водного и питательного баланса, достичь хороших результатов. при использовании более высоких матов с одной стороны дает нам возможность нарастить больший объем корневой системы, но стоит учесть, что они более влагоемкие, то есть создаются более генеративные условия выращивания. Ну и конечно хочется сказать, почему мы выбираем все-таки субстраты спиланд, это во-первых обладает всеми необходимыми качествами и свойствами для выращивания культур. Во-вторых представлена широкая линейка для различных технологий выращивания, ну и в-третьих у производителя индивидуальный подход к каждому клиенту. Далее хочется вам рассказать о гибридах компании Гавриш, которые выращиваются на минеральной вате спила. Согласно данным Ассоциации Теплицы России, площадь зимних теплиц в Российской Федерации составляет 3300 гектар. 47% занято под культурой огурца, 45% под культурой томата, под цветок культурой занято 2141,7 гектар. Причем под производство томата 1034,4 гектара. Огурца 968,2 гектара. Ну и соответственно прочие культуры это 144 гектара. И для решения приоритетных задач по обеспечению продовольственной безопасности нашей страны безусловно является импортозамещение. Группа компаний Гавриш более 30 лет работает над решением этой стратегической для страны задачи. Результатом работы явилось выведение на рынок отечественных гибридов. В линейке среднеплодных гладкоплодных гибридов огурца в разных регионах выращиваются наши гибриды. Ну вот одним из них является метринг это гибрид гладкоплодного партонокорпического огурца для светокультуры и зимне-весеннего и летне-осеннего оборота. Это гибрид женского типа цветения узлах закладывается по одной завязи плоды цилиндрической формы длиной 18-20 сантиметров. Ну возможно в конце оборота удлинение до 22 сантиметров. Плоды темно-зеленые с гладкой поверхностью высокий процент стандартности данный гибрид устойчив к оливковой пятнистости и меньше невидной пятнистости жилок пятнистости листьев гвирсту пожелтения жилок огурца ну и среднеустойчив к мучнистой рассе. На данном на данном слайде мы видим что проводилось выращивание данного гибрида получили такие результаты это в городе Саранск тепличная посев производился 10 октября ликвид был 8 апреля с плотностью посадки 2,5 растения в продленном обороте получили за этот период 81,8 килограмма с квадратного метра ну он мощный вегетативного хорошая отдача нагрузка плодами то есть гибрид достойный следующий гибрид это солярис гибрид также гладкоплодного портенокорпического огурца для света культуры растение сильное вегетативное с высокой силой роста и мощной корневой системы для выращивания этот гибрид предназначен для выращивания на высокой шпалере с приспусканием ветвицу слабо также в основном женского типа светения в узлах закладывается до двух завязей ну конечно стандартно одна плоды цилиндрической формы длиной 20 сантиметров темно-зеленые высокий процент стандартности устойчив к настоящей мучнистой России к вирусу пожелтения жилок огурца и толерантность к вирусу зеленой крапчатости мозаика солярис современный гибрид который быстро завоевал популярность среди профессионалов солярис был разработан компанией гавриш с целью создания огурца с высокой урожайностью устойчивостью к основным болезням и отличными вкусовыми качествами его плоды обладают ярко выраженным огуречным вкусом тонкой кожицей и малым количеством семян отличаются хорошей транспортабельностью и товарностью плодов при выращивании рассады соляриста мы рекомендуем установить температурный режим для дня и ночи с амплитудой 1,5-2 градуса в отличие от стандартных гибридов что позволяет получить балансированную рассаду с хорошей закладкой цветков и сильной корневой системы другим преимуществом гибрида является закладка около 9 узлов в неделю что является высоким потенциалом урожайности ну и данный гибрид выращивался в ТК Новосибирске город Новосибирск с посевом 10-12 ликвид 23 апреля плотность посадки 2,5 растения на метр квадратный за этот период получили 71,38 килограмм с квадратного метра следующий гибрид это магнит уже очень хорошо зарекомендовал себя это пчелопыляемый гибрид среднеспелый 47-60 дней сходов до плодоношения и этот гибрид отличается интенсивным развитием в сочетании с высокой урожайностью преимущественно женского типа цветения поэтому для него требуется опылитель на главном стебле до 80% на боковых побегах до 90% в женских узлах на главном стебле по 2 зависти на боковых побегах до 5 зеленец длиной 19-21 сантиметр масса 200-220 темно-зеленый крупно-горчатый толерантен к вирусу огуречной мозаики корневым гнилем и аскохитозу но при выращивании гибрида в условиях светокультуры и ведении культуры с приспусканием важно вырастить рассаду с хорошо развитой корневой системой на досветке у огурца магнит необходимо сдерживать вегетативный рост поэтому как можно раньше дать растениям нагрузку один из приемов это ранняя зависть оставляем с 3-4 пазухи и повышение концентрации питательного раствора до 2,7 миллисимм если в субстрате нужно поддерживать при росте растения до 3,3 миллисимм PH 5,5 и 6 относительная влажность 70-85% концентрацию необходимо увеличивать равномерно постепенно привязывая к прибавке часов досвечивания для получения сбалансированной культуры через каждые 5 дней продлевать досвечивание на 1 час доведя фотопериод до 16 часов в сутки гибрид также если без не учитывать что у всех есть досветка он теневыносливый с мощной быстро регенерирующей корневой системой в начале плодоношения на плодах возможно образование небольшой ручки при выращивании гибрида необходимо высаживать гибридопылитель как я уже сказала ранее это 10-15% от общей площади мы рекомендуем опылители мачо и тарзан ну отличительная особенность гибрида магнита это высокая товарность продукции транспортабельность и лёжкость ну вот видим мы что в ТК Высоковский Костромская область с посевом 12 декабря и ликвидом 28 мая с плотностью посадки 2,5 растения выращивался данный гибрид с досветкой и за этот период получили 37,47 килограмм с квадратного метра также гибрид выращивался без досвечивания в ТК тепличном и с посевом 26 декабря и ликвидом 26 июня с плотностью посадки 2,5 растения на квадратный метр получили 28,5 килограмм с квадратного метра дальше перейдем к томатам томат блиц это индетерминантный среднеплодный гибрид томата для света культуры и продленного оборота растение вегетативное с хорошей завязанностью плодов соцветие простое прочное компактное с 7-8 плодами в полной кисти без сочленения плоды округлой формы прочные без пятна пересозревания ярко-красные с блестящей кожицей средняя масса плода 160 грамм устойчив к вирусу мозаики томата кладоспориозу вертициллиозу и фузариозно увяданию нематодом и мучнистой россии но отличное сочетание скороспелости урожайности и высокой однородности плодов плоды в кисти выровненные в среднем 160 однородные ярко-красного цвета как мы уже сказали они достаточно транспортабельные обладают прекрасным вкусом что делает его привлекательным для потребителя плоды подходят как для сбора кистями это при нормировке на 5 плодов так и поштучно генетическая устойчивость также отличительная особенность данного гибрида это к основным заболеваниям это сокращает необходимость в химзащите что повышает безопасность продукта данный томат идеально подходит для выращивания в различных световых зонах Российской Федерации а благодаря выращиванию в светокультуре актуально в северных регионах с ограниченным количеством солнечных мель ну и отличается высокой завязывость плодов и устойчивость к перепадам температур но мы видим что на сортоиспытании в селекционном центре гавриш в условиях светокультуры с досветкой 190 ватт на квадратный метр с посевом 11 августа и ликвидом 31 марта с плотностью посадки 2,5 растения и доведя растения до 3,75 стеблей на квадратный метр получили 54 килограмм в квадратного метра в ТК Юг Агрохолдинг город Грозный с посевом 22 июня и ликвидом 30 июня с плотностью посадки уже сразу 3,8 растений на квадратный метр в условиях светокультуры досветка была 18 тысяч люксов получили практически 70 килограмм с квадратного метра но мы видим что гибрид достойный и хорошая замена голландским гибридам следующий гибрид это розовый гибрид Херсонес это ну так как в последние годы наблюдается большой покупательский спрос на розовоплодные томаты и реализуются они дороже чем красноплодные одним из таких вот и является наш гибрид Херсонес данный гибрид отлично завязывает плоды при любых погодных условиях даже в летнюю жару это высокоурожайный средне-ранний индотерминатный гибрид томата для летне-осеннего оборота растения с хорошей облиценностью с ближенными междоузлиями что это тоже немаловажно соцветия простое компактное с шестью плодами плод массой 220-250 грамм плоско-округлой формы ярко-красного цвета с небольшим размытым пятном у плодоножки данный гибрид устойчив к вирусу мозаики томата кладоспариозу вертициллиозу фузариозу к вирусу желтой курчавой стилисти томата устойчив к вершинной гнили что также немаловажно для жарких регионов нашей страны отличная завязываемость плодов плоды не трескаются и имеют привлекательный внешний вид но и вот благодаря сближенным междоузлиям растение закладывает больше количества кистей и подходит для выращивания как на низкой так и на высокой шпалере гибрид отличается ранней дружной отдачей урожая хорошая нагрузка плодами отличным вкусом плоды прочные однородные хорошего качества отлично хранятся при работе с торговыми сетями это очень важный момент плоды хорошо смотрятся в упаковке после средствовых ситуаций гибрид быстро восстанавливается в условиях пониженной освещенности осенью плоды завязываются без пустотелостей имеют высокие товарные качества ну вот в ТК Пензенский город Пенза посев производился 16 июня с ликвидом 9 ноября плотностью посадки 2,5 растений на квадратный метр ну мы понимаем что летний как раз осенний оборот получили 16,2 килограмма с квадратного метра это видим как вот сбор идет как оно очень красиво смотрится на лотке и имеет выровненность плодов товарность что также для потребителя немаловажно ну еще наш замечательный гибрид это гибрид фанта также индетерминантный ранеспел гибрид томата для света культуры и продленных оборотов растения полувегетативного типа с открытым габитусом с хорошей завязанностью плодов соцветия компактная прочная с 8-9 плодами полной кисти плоды сливовидной формы без пятна при созревании оранжевого цвета средняя масса плода на 80-110 грамм устойчив данный гибрид к вирусу мозаики томата кладоспориозу вертицилиозному и фазериозному увяданию нематодом нематодом и вершинной гнили у этих плодов это прямо эталонное качество сочная приятная консистенция и насыщенный сладкий вкус данный гибрид отличается мощной корневой системы которая хорошо регенерируется вообще это гибрид с уникальными свойствами отличается ярким выразительным вкусом эстетически привлекательный вид гипоаллергенен плоды выровнены в кисти не осыпаются качество плодов высокое пустотелость отсутствует не требует сортировки идеален для упаковки и практически ну уж если там совсем косяки делать не поражается вершины гниви ну и мы видим что втыка тепличная город саранск с посевом 10 июля и ликвидом 30 июня с плотностью посадки 2,5 на светокультуре 15 тысяч люксов получили за этот период 57,6 метров квадратных ну и далее хочу сказать ну вот вот вы видите на этом слайде какая товарность выровненность плодов эстетический вид ну и хочу сказать что наша компания выпускает периодические издания как для любителей фермеров и для профессионалов со своей периодичностью для профессионалов выходит выходит шесть раз в журнал гавриш с описанием технологий каких-то введения новых гибридов для любителей выходит также шесть раз в год и для фермеров десять раз в год это весь никогощий года ну и в завершении еще хочется сказать что наша компания занимается образовательной деятельностью проводит семинары и ближайший семинар будет проходить с 13 по 19 октября о так 12 не с 9 по 17 ноября сейчас идет да курсы идут в городе Москва а также будет с 9 по 17 ноября в городе Анапа Краснодарского края ну вот вы видите тема будет тема по томатам зеленым салат и по свету так что кому интересно да милости просим так ну на этом все да сейчас посмотрим здесь вопросы так добрый день извините прослушиваю вытягивание растений стебли можно пожалуйста повторить ну что вы имеете вытягивание растений это в период рассадного тогда это высокая влажность и высокая температура с низким освещенностью это будет вытягивание а что вы еще имеете ввиду стебля но надеюсь что так оптимальная температура в мате в зимний период на досветке ну в зимний период даже досветка мы все равно придерживаемся тех уровней даже что и в летний то есть все равно это 24-23 градуса должна быть температура в мате иначе у нас растения ну это в соответствии какая у вас досветка и температура окружения растений то есть должно быть все равно в соответствии ну зимний период это также 23-24 градуса все наверное все ну тогда заканчиваем да всем хороших урожаев всем хорошего дня всего доброго до новых встреч Наталья Владимировна мы хотели вас поблагодарить от лица компании Технониколь за проведенный вебинар и конечно же наших слушателей за участие в этом вебинаре в ближайшее время будет доступна запись этого вебинара который мы обязательно разошлем по электронной почте еще раз спасибо и до встречи на вебинарах компании Технониколь до свидания всем хорошего дня до свидания 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 до свидания